Список наблюдения удобен тем, что помогает отслеживать состояние других участников флота. Ну, нажмите, допустим, на любом участнике флота в чате, правой кнопкой мышки. Там есть такая папочка «Флот». Наводите на нее, и в ней есть «Добавить в список наблюдения». Появилась маленькая окошко с списком наблюдений, и там в ней этот человек. То есть один вариант. Ну, не очень удобно, на самом деле. Поэтому открываете штаб флота. Появится окно флота, и там «Мой флот». И вы увидите наш флот. То есть в самом верху я нахожусь, а вы все ниже. То есть эскадрилья номер один. Ваши ники. И вот тоже самое можно сделать на эскадрилье. Просто нажать правой кнопкой мышки, и будет «Добавить представитель эскадрильи в список наблюдения». То есть всех-всех сразу добавит. Но, соответственно, то, что я нахожусь выше, это мне надо отдельно добавлять. Суть в чем? То есть вы видите своих союзников, в каком они состоянии. Кого убьют, например, кого нет. Также вообще, рядом ли они. Потому что если человек с вами не рядом, то у него пусто. Не указаны ни щиты, ни броня, ничего. Если вы видите его щиты в этом окне, то значит он рядом с вами где-то. То есть, опять же, это удобно. Подслеживать тот момент. Рядом вы со своими товарищами или они с вами, либо нет. Потому что так кто-то может отстать, оторваться от группы и молчит. Такой, знаешь, в танке он сидит, никому ничего не говорит. Или убили его вообще. А вы даже не в курсе состояния вашего флота. То есть, как бы, может, бой идет. Может, тут перебили всех, ты один остался. А ты, как бы, и не вкуриваешь ничего. Тут, как бы, и ваша безопасность, и не только. Список наблюдения всегда поможет. Пожертвование. Донат на развитие Академии. Для того, чтобы перевести деньги, свои кровные или не свои, нужно открыть меню информация о Русской Академии. В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать перечислить деньги.